Лейла Аймурзина Петрович, здравствуй, можно ли вылечить гаймурит ребенку? Лекарства не помогают, хотят делать прокол ребенку 9 лет, уже 3 года лечим, с результатом лет очень переживаю, уже все народные суставы перепробовали, кроме урины. Полосите нос, вот смотрите, используют для полоскания области носа, используют морскую воду. Важно еще, важно еще, при гаймурите, вот смотрите, получается так, ага, вот у меня гаймурит, вот значит тут собралась слизь, значит надо ее удалить как-то, вот она там гниет, начинается там воспаление, надо значит сделать как-то тут вот, короче ее выдрать. Нет, значит сделаем прокол, выберем. А причина, которая привела к тому, что скапливается слизь, над ней-то работает или нет? Почему идет скопление слизи? Вообще откуда берется слизь? Посмотрите затем, что вы едите в первую очередь, если вы кушаете слизообразующие продукты, особенно, допустим, много сладкого, крахмального, ну, жирного я бы не сказал, что так это, хотя и жирного можно посмотреть, после еды вы пьете, что мешает пищеварению, то, естественно, у ребенка накапливается слизь. У одних она более-менее как-то там, просто там простуда и прошло, а у других начинается вот гаймурит. Должны понять, откуда растут ноги и потом действовать не с пяток, а действовать оттуда, откуда и начинается рост. Изменить питание первым делом. Второе, вот можно, значит, полоскать той же морской водой, все это можно носовые ходы полоскать. Можно туда закапывать смесь, я просто сейчас не знаю, я знаю, что смесь делается на основе там душистых трав и закапывается в нос там по 2-3 капли. Ребенок лег или человек, раз закапали, она заходит туда и начинает действовать. В конце концов, в конце концов, смотрите, какое хорошее средство, вот, не в брово, а в глаз. Вот он, нюхательный табак. Берете этот, ой, какой он душистый. Берете этого табака всего лишь навсего. Вот, видно, вот сколько всего навсего. И, ах, то есть, грубо говоря, это пол спичечной головки, даже меньше, одну треть спичечной головочки. Берете табака нюхательного. Можете этот табак нюхательный взять чайную ложку, добавить, вот это слишком много, добавить стакан растительного масла. Опа. А вот это можно использовать. Аааа, хорошо. Добавить стакан растительного масла. Настоять там, допустим, недельку. И пускай там и настоять. И у вас получится такая интересная чудо-смесь. И вот это вот чудо-смесь вы по капельке там закапываете в нос. В одну у нас другую, в другую у нас другую. Кстати, есть такая настойка цикламена. Это сын мой использует для своих девчонок. Одной, значит, пять лет, другой семь лет. И как только они простынутся, значит, цикламенщика им там закапывает. Но опять-таки, это уже, знаете, как бы сказать, мы работаем со следствием. Вот это табачок. Важно нормализовать так питание, чтобы не было слизоотделения. Не запускайте эту проблему. Напишите, допустим, через недельку, что вы там надумали, что вы там делаете. Чтоб она была, так сказать, на контроле. И был достигнут какой-то эффект. А не просто так мы поговорили и об этом забыли. Если видео вам понравилось, позвоните в колокольчик, будьте добры и поставьте лайк.